Центральный дом художника приглашает прокатиться на машине времени. Здесь открылась выставка ретро-авто и мотоциклов, которые были выпущены в 20-х-80-х годах прошлого века. Культовые марки и восстановленные автомобили Второй мировой войны. Всего более 40 единиц техники. Репортаж Анны Галинской. Сегодня уже с утра двое купили. Выстроилась очередь. На эту выставку приходят не только посмотреть, но и прицениться. У каждого экспоната своя цена, которая зависит не от пробега, а от биографии. Обсуждают Татру 1934 года. Сейчас эта чешская компания производит только грузовики. Но её легковые модели считались едва ли не чудом. Это ящерка-репрытка. Своё имя получила за хорошее сцепление с дорогой. Начальная цена на аукционе – полтора миллиона рублей. Покупатель уже нашёлся. На самом деле мне интересны все экземпляры. Просто я очень хорошо знаю владельца этого автомобиля. И он является и коллекционером, и является экспертом, и является участником многих соревнований. И мы с ним на соревнованиях являемся, соответственно, соперниками. Андрей Паньковский – коллекционер автомобиля у него. Уклончиво говорит – больше 30, меньше 50. Его соперник по ралли – Кирилл Евстафьев. На этой выставке у него ещё новенький мотороллер «Веспа» 1966 года и «Мерседес-Бенц» 1951. Все его машины можно увидеть и на московских дорогах. Народ реагирует, конечно, восторженно. На такие машины всегда очень много положительных эмоций. Люди останавливаются. Некоторые даже выходят из своих машин, выбегают, фотографируют, спрашивают, какого года машина, что за машина, марка, модель. Один из самых интересных лотов здесь – вездеход «Амфибия» Арго. Секретная разработка Челябинского завода. Несмотря на внушительные размеры, весит эта конструкция всего полтонны. Автомобиль сделан из алюминия. Приблизительная цена – 10 миллионов рублей. Почти в два раза дороже роковые колёса «Вермахта» – «Хорг» 1938 года. На подобном трофейном во время войны ездил Бёргий Жуков. Есть и прадеды современных болидов. После начала выпуска «Мустангов» машина завоевала большую популярность у американской молодёжи. Стали появляться конкуренты. И тогда руководство «Форда» обратилось к гонщику и конструктору Кэролу Шелби с тем, чтобы он усовершенствовал «Мустанги», сделал их более мощными. У «Мустанга» 335 лошадиных сил. «Форд Т» в этом плане попроще, зато он постарше. 1925 год. Классика из классики. Автомобиль столетия. Та самая первая модель, сошедшая с конвейера. Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он чёрный, говорил Генри Форд. Его правила уже давно не следуют. Посмотреть автомобили можно до 6 июня, а потом только купить на аукционе. Анна Галинская, Михаил Жульков. Новости культуры.